Добрый день, дорогие владимирцы, братья и сестры! Сегодня мы поговорим о кончине мира. Времена такие, что многие люди, которые даже в хорошие времена говорили о скором пришествии Христовом, сегодня говорят это уже более основательно, потому что мир стоит на грани ядерной войны. Никогда угроза применения атомного оружия еще не стояла так близко, так актуально. И вот мы, наблюдая за событиями, которые происходят в мире, делаем печальные выводы, и Святейший Патриарх недавно выступил и сказал, что речь идет о существовании самой нашей страны, тысячелетней державы, потому что 50 с лишним стран ополчились на нашу Россию, хотят, чтобы ее просто не существовало. И, конечно, одной стране трудно защищаться от европейского сообщества, от тех стран, которые на нее ополчились. Но с нами Бог, и поэтому мы должны, конечно, обратиться в первую очередь к своей душе, потому что Господь не дает наказаний без причины. И если возникло уже такое нестроение между народами, в первую очередь мы должны посмотреть на свою совесть и подумать, в чем же мы отступили от Бога, почему мы попали под это наказание. Мы не должны быть как неразумные дети, не обращать внимания на знамение времени, а должны, наоборот, провести анализ своих дел, поступков, мыслей. Мы знаем, что не всегда наша жизнь складывается по закону Божию. Мы думали, что будем и дальше так же жить, и жить, и грешить, и грешить, и злиться, и злиться, и ругаться друг с другом. Но когда-то этому приходит конец, и надо будет за все, что сделал человек на земле, дать ответ пред Богом. Конечно, не должно быть никакой паники, не должно быть отчаяния. Отчаяние и паника – это для тех людей, которые не знают Бога. Мы верим в то, что есть вечная жизнь, и никакие земные нестроения и даже успехи, они не могут православных верующих поколебать в том, что возникает зло. Оно возникает через уклонение от Бога, а Господь все направляет к благим последствиям. Мы вспоминали о революции в нашей стране, и вроде бы были уничтожены храмы, уничтожены священнослужители, но мудрые люди, духовные, они говорили так, те, кто пострадал за Христа, они получили Царство Небесное. Те, кто пострадал просто так, они получили наказание за свои грехи. Поэтому будем в эти дни бодрствовать духом. Дух бодр, плоть же немощна, и Господь призывал нас молиться во всякое время, пока есть возможность для очищения своей души, для покаяния. Открыты храмы, монастыри, есть духовники, можно прийти, раскаяться во своих негативных делах, поступках, мыслях, и начать новую жизнь, даже в это и простое время для всего человечества. Некоторые верующие люди увлекаются чтением откровений Иоанна Богослова, апокалипсиса, и проводят параллели с нынешней жизнью. Но я думаю, для этого эта книга и включена в Новый Завет святыми апостолами, чтобы мы размышляли над тем, что видел святой апостол, любимый ученик Христа в откровении. Но в то же время мы знаем, что эта книга не внесена в богослужебные книги, не употребляется за богослужением. Поразмышлять можно, но мы должны понимать, что это таинственное было видение, откровение, и понять все очень сложно. Только когда подходит время, можно понять. Каждый человек приходит в мир, это новое существо, и он открывает для себя новую книгу Евангелия, и многое для себя оттуда берет, правильный жизненный путь. Ну а то, что будет со всем человечеством, что-то нам приоткрыто, а что-то еще недоступно нашему разуму. По мере возрастания духовной жизни Господь открывает человеку всю картину духовного мира и тех событий, которые происходят в мире. Вот наш духовник Троица Сергия Лавры, архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, он говорил, что в опаленном войной городе он нашел в одном из домов Евангелие, и когда прочитал, то понял и все о своей жизни, и о жизни нашей страны, и о существовании всего человечества. Поэтому, когда мы будем дружить с этой книгой, с Евангелем, прежде всего, мы должны свой путь направить по пути истины, и потом уже и размышлять о том, что Господь хочет нам сказать каждому конкретному человеку. Субтитры создавал DimaTorzok